так попытка номер два я говорю попытка номер два снова присоединяемся привет еще раз ваша привет так мария принимаю запрос сейчас включение о есть контакт доброго утра дня уже да так ну что я еще раз скажу что сегодня у нас эфир замечательным человеком с подологом с доктором до мария марине не напутаю ничего бывший хирург правильно да поэтому так что-то я плохо слышу марии поговори еще немножко да получше так если если стоит на подставке на икеевской тогда не будет слышно там она динамики прикрывает слышно но совсем тебе не видно так главное чтобы было слышно с зрителем нашим если если что маякуйте итак у нас сегодня тема трещины на стопе марии очень хочется услышать какие-то рекомендации от вас как для мастеров которые работают с проблемными стопами да то есть это подологи и для обычных мастеров которые делают эстетическую обработку да они тоже же сталкиваются с этой проблемой давай мы с тобой сначала разберем наверное расскажи пожалуйста про природу трещин почему трещины появляются на стопе ну какова самая наверное распространенные причины какие вообще в принципе причина бывает очень бы хотелось услышать всем всем добрый день рада всех видеть мы выбрали сниной тему трещин для эфира не случайно потому что проблема действительно очень распространенная и у нас наверное на юге она одна из одна из самых распространенных да у нас наверно у каждого клиента кто приходит ну к нам в центр есть трещины правда потому что ну выбор видимо такая да чтоб нам без проблем ну мало кто уходит в основном сложные клиенты ходят значит у нас люди мастера клиенты они привыкли искать самые редкие самые сложные заболевания да для того что ну как причину на самом деле что на самом деле самая распространенная причина трещин это отсутствие ухода либо и начинать всегда нужно самого простого будь вы мастер педикюра ну эстетики будь вы специалист по работе со сложной стопой начинать надо самого простого то есть нужно разбираться что человек делает дома со своими ногами да как он за ними ухаживает трет не трет да если трет ухаживает ли вообще да да ухаживает ли вообще дальше если он использует какие-то средства да косметические что это за средства насколько они пахну подходят ему по типу кожи насколько они под проблем это на самом деле самое простое что мы можем сделать и очень часто это дает хороший эффект да то есть не надо искать там каких-то гипотириозов да там заболевание щитовидной железы иногда достаточно просто обеспечить домашний уход правильный ну качественный по косметики качественный по обработке это первая причина вторая причина это обувь обувь пока существует обувь у подологов будет работа да обувь часто она неправильная по по размеру да когда у нас неправильно распределяется нагрузка на пятку то есть либо отсутствует каблук в общем да и погружается задний отдел стопы либо обувь мала и кант пятки он свисает по сути да с задника обувь при этом давление на вот эту на эту область которая свисает оно колоссальное и в результате этого кожа трескается не выдерживает да не выдерживает нагрузок да следующая причина в плане обуви это нефиксированная пятка понятно да да что сейчас у нас уже осень но если говорить о летнем сезоне то шлепки босоножки с нефиксированной пяткой да все что механически травмируют кожу стопы все это провоцирует образование трещин то есть вот уход и обувь это две самые простые самые легко решаемые проблемы и если начать с этого большинство клиентов у большинства клиентов вы эту проблему решить дальше идут более сложные такие уже причины да и если вы подобрали качественный домашний уход если вы рассказали клиентам какими там терками пользоваться или не пользоваться да в зависимости от того какая кожа у клиента в принципе толстая там с гиперкератозом или тонкая то есть если вы вот с этими внешними самыми простыми причинами поработали и не видите динамики и вы понимаете что клиент реально ваши рекомендации выполняет да пользуется средством домашнего ухода не перетекает носит правильный обувь тогда уже нужно искать внутренние причины одной из самых распространенных причин внутренних является микоз стопы кожи есть такая форма микоза сквамозно гиперкератозная и она как раз и характеризуется образованием трещин из-за чего это происходит это происходит из-за того что грибковая инфекция которая поселилась да у нас на коже стоп грибковая инфекция защелачивает ph эпидермиса делает его нейтральным да либо более влочным соответственно цемент наши липиды да которые держат клеточки между собой склеивают в роговом слое эпидермиса этот цемент разрушается эти липиды разрушаются из-за нарушения ph и кожа начинает сохнуть происходит транс эпидермальная потеря воды вода испаряется из эпидермиса и кожа начинает пересыхать сухая кожа соответственно эластичная она начинает трескаться ну то есть формируется такой замкнутый круг да чем ну то есть инфекция даже может быть не инфекция может быть неправильный уход способствует присоединению инфекции инфекция запускает нарушение ph да нарушение ph еще сильнее ослабляет защитные функции эпидермиса и вода испаряется и еще более благоприятные условия для инфекции создаются здесь конечно необходимо работать с первопричиной необходимо работать с инфекцией следующей причиной такой общей объединенной это какие-то общие системные заболевания внутренние но прежде всего это заболевания эндокринной системы это гипотириоз о котором я сказала недостаточная выработка гормонов щитовидной железы это сахарный диабет очень часто да потому что формируется нарушение обмена не только углеводного но и жирового и опять же наши липиды которые скрепляют клетки рогового слоя эпидермиса они разрушаются либо синтезируются в недостаточном количестве ну либо не того качества которое должно быть кожа становится сухой появляются трещины ну причин на самом деле бесконечное множество есть дерматологические заболевания по типу экземы есть дерматологические заболевания на фоникцириазы тоже могут быть трещины поэтому причин очень много но вот глобально это внешняя механика это инфекция ну либо системные заболевания эндокринологические там конечно нужно уже работать врачам но если начать с малого большинство клиентов эту проблему решат с помощью каких средств мы можем рекомендовать ну вот эту вот первопричину попробовать исправить ну в линейке средств академика у нас есть два средства для кожи два бальзама один бальзам от трещин один бальзам с монардой сейчас покажем бальзам с монардой ага я тоже неподготовленная села тут видите бальзам с монардой у нас есть еще один бальзам бальзам с монардой рекомендуем на кожу склонную ага верну к ним не виснет интернет не виснет нормально да я тебя хорошо слышу да отлично бальзам с монардой мы наверное ну я по крайней мере мы же делимся своими как бы официальную версию вы можете на сайте академика почитать да мы делимся своим использованием продукта я наверное чаще всего начинаю работу с трещинами с бальзама с монардой почему потому что бальзам от трещин при грибках ну при грибковой инфекции да мы не используем поэтому если первопричиной трещин все таки является грибковая инфекция а мы не всегда можем однозначно сказать есть ли микоз или нет микозы да понятно что есть определенные признаки микоза кожи но мы не лаборатория да и однозначно сказать не можем поэтому я всегда начинаю с бальзама с монардой и бальзам от трещин я наверное все таки локально там для каждой трещины использую если мы если мы говорим про уход именно по всей стопе тогда это бальзам с монардой бальзам от трещин я использую локально для дермальных трещин глубоких либо для ну может быть они и не дермальные а эпидермальные но тоже достаточно выраженные глубокие и бальзам от трещин я использую прям ну можно сказать зашпаклевываю да то есть закладываю трещины и делаю окклюзионную повязку после работы стопы Маша насколько ты оставляешь окклюзионную повязку на на теле человека в идеале это 3-5 дней если клиент ну то есть если пленка гидрофильм держится да клиент бережно к ней относится и человек ходит к ней 5 дней это идеальная история потому что за это время произойдет специализация дна трещины да и ну трещина начнет заживать ну да мы тоже поэтому в домашний уход я конечно же бальзам от трещин тоже продаю но я всегда клиентам говорю и мастерам говорю что бальзам от трещин это специальное средство да то есть это по сути не средство ежедневного ухода да это специальное средство скорая помощь да скорая помощь хотя у нас вот крем-сос сейчас появился да вроде как он у нас скорая помощь но шрунден он тоже именно под проблему да когда мы говорим о коже в принципе склонной гиперкератозу да о коже с трещинами на и ну как бы она тоже нуждается именно в ежедневном уходе не в специальном уходе да тогда это бальзам с монардой на каждый день как ежедневный уход причем это же не только кожа стоп это же и кожа рук в том числе да это не обязательно стопы да согласна он уже очень хорошо показал себя кстати на псориатических проявлениях да и они как правило по всему телу и при экзоматозных проявлениях очень хорошо зарекомендовал поэтому я начинаю всегда с него если мы говорим ну а тотал да стопе а про бальзам с чайным деревом бальзам с чайным деревом в двух словах скажу бальзам с чайным деревом он рекомендован для пациентов у кого кожа не сухая ой да не сухая а влажная да при гипергрозе при может быть даже при грибковых инфекциях но с такими смокнутиями при я наверное все таки делю бальзам чайного дерева определяю с рабочим бактериальным инфекциям которые развиваются на стопе на фоне гипергидроза здесь будет эффект и по работе с гипергидрозом и здесь будет выраженный антисептический эффект именно относительно бактериальной инфекции которая присоединилась мы же с вами прекрасно знаем что запах который есть у пациентов у клиентов с гипергидрозом он обусловлен чаще всего работой бактерий бактериальным жизнедеятельность бактерий в норме икринные потовые железы которые у нас на стопе расположены они выделяют пот который на 98% состоит из воды и пот не пахнет та флора которая там поселилась ее в общем-то продукты жизнедеятельности будь то синегнойная палочка или коковая флора которая на укоточный кератолиз вызывает будь то какая-то бактериальная флора стафилококковая которая в межпальцевых пространствах селится именно на гипергидроз поэтому здесь очень важен именно антибактериальный антисептический эффект этого бальзама против бактериальных флора которая присоединилась это вот как раз бальзам чайным деревом поэтому если просто сказать да бальзам чайного дерева на влажную кожу с признаками инфекции бальзам монарды на сухую кожу гиперкератозную с признаками инфекции бальзам от трещин локально для трещин если Маша если мы говорим про диабетиков какие там нюансы нанесения бальзамов ну вообще диабетики это сложная группа да поэтому поэтому им нужно быть максимально осторожными и аккуратными со своими стопами и мастерам федикюра которые ну опять же будь то мастера эстетики да потому что к ним тоже ходят пациенты с сахарным диабетом и вы не знаете какие там сахара да и насколько у человека там нейропатия или ангиопатия развита и иногда человек и сам не знает да что у него сахарный диабет этим пациентам да нужно быть ну максимально внимательным к своим стопам я я для них рекомендую чаще всего локально если есть глубокие трещины одиночные да я рекомендую локальное нанесение бальзама трещин для заживления именно для стимуляции регенерации тканей да угу 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 для для ежедневного ухода мы рекомендуем также бальзам манат угу 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 еще у нас есть вот такая вещь как спрей да вот я в своей практике рекомендую тоже если у человека грибковая инфекция да то есть перед нанесением бальзама с монардой то есть он моет например мылом опять же таки да мыло можно брать либо с серебром тоже с монардой можно и кусковым мыть после мытья мылом получается я рекомендую обработку спреем то есть это может человек сделать без каких-либо терок да то есть просто нанести на стопу и руками растереть скатать угу угу и потом мы наносим тогда уже или далее бальзам я хочу тебе сказать что ну и вам да участники эфира что спрей вообще в принципе незаменим то есть это антисептик на водной основе да с наличием в составе поверхностно активных веществ за счет этого есть условный такой кератолитический эффект да то есть это не кератолитик чтобы вы понимали это средство оно антисептик антисептическое и уходовое оно показано ну как показано и оно разрешено всем да то есть ну единственным противопоказанием является индивидуальная непереносимость оно разрешено диабетиком оно разрешено детскому возрасту там беременным кормящим да и это средство в принципе должно быть в наличии у клиента да вот как у них стоит там перекись водорода да так этот спрей должен стоять в домашней аптечке если мы говорим про трещины да то дермальные трещины у них очень высок риск присоединения бактериальной и грибковой инфекции присоединения вирусной инфекции да в пч в трещины поэтому трещины дермальные мы всегда обрабатываем антисептиком да как профилактика если мы говорим про пациентов с у нихолизисом да любой у нихолизис даже если там лабораторно нет инфекции он априори инфицирован да потому что мы в норме инфекции на бактерии на ногтевом ложе быть не должно но когда у нихолизис не случается да он же не остается стерильным если даже там не присоединилась вот такая грибковая инфекция там все равно какая-то флора живет а вы прекрасно знаете что ногтевое ложе оно не защищено от инфекции там нет рогового слоя и любой у нихолизис нуждается в обработке антисептиком в домашних условиях я всегда клиентам говорю если нет грибов это еще не значит что их не будет да потому что ногтевое ложе пугаешь согласно да да мы постоянно контактируем трепковой флорой рогового слоя нет зернистого слоя нет ничего не что это ногтевое ложе не защищает поэтому обработка если мы хотим профилактировать присоединение инфекций если мы хотим ну как мы же клиент же приходит за результатом да если мы хотим результата значит необходимо делать все по пунктам ничего не пропускать это я буду делать это я не буду делать так результата не будет поэтому комплексно да работа с у нихолизисом обязательно предполагает антисептику с трещинами то же самое у тех же диабетиков да трещины чем чреваты присоединением инфекции да ну вторичной поэтому спрей это то что должно быть в домашней аптечке у любого человека да вот как раз перешли плавно к вопросу о том ну что же будет если не лечить трещины да ну уходит человек нет болевых ощущений от того что у него стопа растресканы как его направить на путь истиной первое что будет это присоединение инфекции инфекция может быть разная бактериальная инфекция это какие-то острые воспалительные процессы да причем это же не только грозит диабетикам это любому человеку грозит да то есть острый какой-то воспалительный процесс есть открытая рана по сути дермальная трещина есть входные ворота здравствуйте бактериальная инфекция грибковая инфекция это хроническая инфекция да то есть опять есть входные ворота есть нарушенные функции если ее там нет то она там будет да есть нарушенные защитные функции эпидермиса соответственно возможно присоединение грибковой инфекции это ВПЧ сейчас очень много бородавок трещина я уж честно сказать не могу ну вот с уверенностью утверждать что первичные трещины а потом бородавки потому что возможно что первичные бородавки а потом трещины да то есть была какая-то может быть рана присоединилась бородавка и теперь уже трещины но чаще всего наверное это все-таки какие-то мелкие трещины и туда присоединяется грибковая инфекция вирусная инфекция ВПЧ и дальше у нас вот эта перманентно незаживающая трещина вот мастера которые работают в эстетике обращайте внимание при обработке трещин есть ли там те самые капиллярчики да вот эти точечки ухо потому что если вы посмотрите через лампу луку или сфотографируете эту трещину ну близко да вы увидите что во-первых есть капилляры во-вторых структура эпидермиса нарушена она приобретает такую форму ячеистую да вот как при бородавках ну вот у меня мне кажется чуть ли не каждый клиент с трещиной с бородавками чем еще грозят трещины с инфекциями понятно вы прекрасно знаете что любая любая дермальная трещина да то есть если трещина была с нарушением целостности базальной мембраны да и до дерма была большая маленькая любая дермальная трещина заживается образование групца что такое рубец рубец это соединительная ткань которая не эластичная соответственно чем больше у человека трещин тем у него менее эластичной в этой области кожи и тем уже замкнуты кругами и тем хуже она тянется и тем больше трещин будет образовываться то есть человек рискует что там через 10-15 лет да если он там не будет заниматься трещинами ну ему уже невозможно будет помочь потому что с пятка будет один сплошной рубец они маленькие да они не видны но в глубину кожи кожа теряет эластичность и рубцовая ткань она никуда не тянется она не рассосется не растворится то есть вот эти рубчики которые образуются после дермальных трещин они остаются с нами навсегда навсегда вот поэтому если не заниматься да если трещинами не заниматься то это будет как снежный ком будет хуже становиться с каждым разом как часто должен ходить человек к мастеру на обработку ну допустим да таких глубоких дермальных трещин насколько часто он нуждается в обработке а обычно я клиентам говорю что пока у вас существует проблема да то есть кожа там есть трещины не важно на самом деле какая проблема сухость там или наоборот гипергидроз пока есть проблема человек должен ходить каждые три недели это жизнь цикл клеток да это то время за которое в стопе да произойдут какие-то изменения видимые и они будут ну то есть если это кератоз да то он не растет не нарастет больше чем с момента пяти да то есть каждые три недели дальше когда уже состояние кожи нормализуется здесь уже это индивидуально то есть если кожа нормальная да кератоз там не образуется трещины не образуются на самом деле можно там и раз в два месяца ходить да если нет проблем с кожей если есть качественный уход потом да домашний то есть конечно конечно если кожа ну выглядит нормально если она не сухая да нормальная по увлажненности если нет трещин нет каких-то там заусенцев да есть качественный домашний уход конечно ну нет необходимости ну говорить о том что нужно делать педитюр каждые три недели иначе там смысла нет да заниматься ну это неправильно но когда есть проблема если вы пропускаете ну больше чем неделя вы мы топчемся на месте да мы не движемся вперед то есть мы не идем к результату а вот основу как будто начинаем сначала да 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 то есть вы пропустили мы делаем шаг назад да а когда вы ходите своевременно мы идем вперед к результату да к нормализации состояния кожи к заживлению трещин к нормализации защитной функции кожи поверьте мастера мастера педитюра они тщеславные люди им тоже важен результат да им хочется хочется видеть ну результат своей работы да им хочется видеть результат да им хочется видеть чтобы у клиента глаз горел да тогда и у мастера педитюра есть желание настроение да там работать вот потому что ну да чувство благодарности оно тоже очень важно да которые ну это такое определенное профессиональное тщеславие такой я вам переключила определенное профессиональное тщеславие да что вот вот он результат вот какая я молодец да достигла этого результата и помогла клиенту и поменяла качество жизни и то есть не потому что мы хотим каждые 3 недели вам сделать педитюру а потому что мы хотим результат и когда этот результат будет вообще не вопрос да используйте домашний уход и ходите к нам реже потому что работа на самом деле вала потому что люди не умеют ухаживать за своими ногами к сожалению Маша а поделись пожалуйста есть у тебя какие-то фишки при работе с трещиной что ты в своем кабинете можешь такого интересного делать ну прям вот какие-то твои нюансы обработки какие-то такие фишки фишки давай я обязательно ну не мною придуманные лайфхаки да я обязательно на дермальные трещины на эпидермальные я еще там не всегда на дермальные трещины это всегда разгрузка то есть это всегда акклюзионная повязка и всегда разгрузка причем я делаю как постоянные разгрузки да если человек готов там 3-5 дней мыться по частям либо я делаю съемные разгрузки да если ну понимаешь что человек не сможет да там возрастной человек он не сможет там одну ногу выставить за ванную да там а на одной помыться тогда я делаю съемные разгрузки я понимаю что человек снимет эту разгрузку да примет дождь оденет обратно будет съемные разгрузки гидрофильм всегда всегда со мной да очень хорошая повязка хардмановская потому что акклюзия дает потрясающий результат то есть бальзам от трещин под акклюзию очень хороший результат дает регенерация происходит очень быстро для мастеров эстетики да немножко подробнее про обработку трещин мы всегда обрабатываем края трещины наша цель трещину раскрыть да чтобы вы понимали края трещины они как корсет держат трещину не дают ей заживать у нас смыкание трещины я сейчас покажу да оно происходит как бы вот с дна сначала просто одну руку телефон держу то есть вот если вот эта трещина она заживает вот так с дна да сверху она не закрывает и когда у трещины есть грубые края они всегда толстые ну да получается трещина да не начинает ну вот да она она сейчас я вам покажу подождите то есть трещина заживает да да вот так да то есть когда мы снимаем вот эту нагрузку с края трещины она начинает смыкаться с дна заживать да то есть недостаточно убрать просто толщину кератоз да необходимо еще именно обработать край трещины сделать его эластичным чтобы трещина чтобы трещина начала смыкаться с дна и именно поэтому необходима разгрузка потому что края трещины они с одной стороны держали трещину как корсет и не давали ей сомкнуться с другой стороны они ее удерживали чтобы она не разошлась дальше да не ну не продолжилась не лопнула кожа дальше и когда вы эти края снимаете корсет этот убираете с трещины необходимо обязательно делать разгрузку потому что человек станет на своим весом да на стопу и трещина может разойтись дальше разойтись поэтому обязательно качественно раскрывать трещины закладываем туда бальзам от трещин сверху наносим пленку гидрофильм это как окклюденная повязка если нет этой пленки в принципе можно там и пищевую пленку да нанести единственное что ну это неудобно да она будет соскальзывать там и так далее можно и силиконовые вот эти есть напяточники да готовые это наверное больше домашний уход я вот клиентам говорю что если есть у вас эти силиконовые напяточники или носочки бывают пятка силиконом пропитанная да то есть нам нужно создать окклюзию что такое окклюзия это закупорка да нам нужно трещину заполнить и закрыть и в идеале 35 дней не трогать тогда происходит качественная эпитализация заживлений хороший быстрый результат какие какие можешь можешь дать рекомендации вот человеку в домашнем уходе который обрабатывает себе терками да терками пемзами да очень часто же это тоже провоцирует трещины что но какой нюанс надо обратить внимание пемзы однозначно нет если терки то самые-самые мелкие если терки то самые-самые мелкие по абразивности обязательно на сухую да я понимаю что иногда там у женщин сейчас более колготы от педикюра до педикюра появляется да вот эта сухость и неприятно там не оденешь да колготки и так далее обязательно на сухую и не чаще чем раз в неделю и крайне аккуратно потому что что мы видим удобно тереть правой рукой правую ногу перетирают то есть бережно без фанатизма очень многие любят распарить да или там размочить души и потом тереть я им всегда привожу пример клиентов вы когда-нибудь видели чтобы дерево да вот шкурили да нам по влажному никто этого не делает да по влажному вы когда по влажному можно там самой-самой мелкой терочкой за за шлифовать потому что когда они они начинают по влажному трещины тереть они их еще сильнее раскрывают двигают да 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 сдвигают вот эти слои как бы кожи да и еще хуже делают на самом деле оно пока мокрое им кажется что хорошо а когда оно подсыхает оно еще хуже становится чем было поэтому но есть если смотри знаешь что я сейчас ты говоришь я думаю если у человека психологический барьер в этом плане ему надо намочить то можно порекомендовать просто набрызгать спреем правильно как вариант но вообще у меня вот мои клиенты ученики не дадут соврать у меня есть правило которое я всем говорю клиентам моделям хочется потереть помажьте отличное правило как только появляется желание пятки потереть значит вы вспоминаете о том что их нужно мазать вот поэтому на самом деле если у нас же клиенты как говорят они говорят спрашиваешь мазали да мазали там первую неделю после педитуры да 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 что вам мешает да продолжать ухаживать у вас бы там через две недели не появилось желание где-то что-то потереть если бы вы через неделю после педитюра не прекратили да использовать домашний уход то есть на самом деле просто нужно каждый день пользоваться домашним уходом все и желание потереть не будет возникает да может быть там один раз от педитюра до педитюра возникнет какое-то желание а так ну если каждый день пользоваться не будет я по себе знаю я сама такая же Маша а как правильно наносить крем это надо делать утром это надо делать вечером или это надо делать и утром и вечером то есть ну на самом деле я знаю что многие специалисты говорят о том что нужно наносить утром я говорю своим клиентам и сама я люблю наносить вечером потому что ну мне например я всегда как клиент да на себя все применяю мне некомфортно когда я утром нанесла там туфли обои или колготы обои там или носки одела у меня какое-то чувство такое ну дискомфорта да я считаю что чистая кожа она там после души очищена ее никто 8 часов не беспокоит да там 7-8 наносится крем еще один очень важный момент ну если мы говорим об академике то это профессиональная линейка с минимальнейшим расходом вот я прям на это трачу несколько минут когда объясняю клиенту что не надо наносить там чайную ложку крема да на две стопы потому что во-первых ощущения будут не те у вас будет такое чувство что у вас там измазали непонятно чем там с мальцем да потому что ну расход минимальнейший я обычно говорю вот у вас там размер не знаю там второго пальца да там ногтя вот такого же там ну не знаю с фасоли ну наносите крема на две стопы этого как правило достаточно клиенты спрашивают ой такая маленькая баночка много это не значит хорошо да это у вас не должно оставаться крем несмотря на вот эту свою такую жирную структуру да он впитывается моментально если вы не нанесли пол банки его реально хватает очень надолго вот и здесь очень важно у него очень хорошая органолептика то есть у него после этого крема опять же несмотря на его жирность нет ощущения что пленка какая-то остается да ну потому что я на самом деле очень очень для меня вот эти органолептические свойства очень важны то есть если мне не комфортно я хоть сколько этот крем будет пользоваться стоить я не буду им пользоваться и клиентам важно объяснять как пользоваться правильно потому что очень многие клиенты они думают что если они вот сейчас побольше намажут там потолще слой будет да то и результат будет лучше не будет лучше ну не нужно этого делать ну да у нас на самом деле всегда так чем больше тем лучше это очень распространено психологический такой момент да вот я сейчас побольше пожирнее там потолще намажу и завтра все пройдет вот поэтому у меня на днях знаешь Маш клиентка израсходовала масло за две недели ну вот на ногти наносила ну то есть получается там ну если она реально два раза я это сейчас посчитаю значит в десяти в одном миллилитре масла 20 капель у нас 15 миллилитров это 300 капель если она мазала два раза в день это получается 150 150 дней ну вот это она на каждый ноготь капала по одной капле это очень много да ну то есть я всегда клиентам это проговариваю да потому что ну во первых это негатив к продукции да ой что это у вас там покапали все закончилось ну понятно что мы там больше продадим но нам же надо чтобы у человека положительный образ к продукции и по органолептику по соотношению на качество да поэтому мы всегда клиентам объясняем как правильно наносить в каком количестве когда наносить да как распределять это показывает вашу экспертность в продукте не просто вот вам банка давайте мне 2 200 а еще лучше возьмите 2 да возьмите 2 вот на ну это проф линейка вот так вот вот вам банка нате вам 2 200 можно там на вайлдере купить да или там не знаю в каком-то мосмаркете у нас профессиональная косметика которая требует пояснений профессиональных для использования и этим мы ну в том числе и этим мы отличаемся от мосмаркета да я про состава мы пока не говорим составы это вообще отдельная история но то что это проф линейка и проф косметика но она требует специального использования не просто намазал с головы до ног да там одной банкой все места от всех болезней вот то есть ваша подробная консультация рассказ как использовать сколько наносить клиент же это тоже чувствует да что вы хотите чтобы он там ну например вот тот же тинктуру да у него такая текстура что если клиенту не рассказать что его нужно ну очень экономично использовать да у него реально этот тинктуру закончится за неделю если он капает по одной капле на каждой ноготь а когда вы поясняете что средство очень экономично да что капать там одну каплю на 5 ногтей распределять а если там какие-то мелкие ногти то и на 10 можно да ну на самом деле ну или там капля получилась большая то есть клиент клиенты все это замечают и даже если они у них в голове это ну мысль не проскользнула а ну знаете как на интуитивном уровне каком то происходит вот это восприятие что человек чувствует вашу вашу заботу вашу экспертность и ну ваши отношения ну да главное внутренне ну чтобы сам мастер с желанием помочь был именно справиться с проблемой да 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 на самом деле так и есть вот поэтому я люблю вечером и рекомендую своим клиентам ну вечером на ночь использовать да я знаю что же говорю многие специалисты говорят что это надо утром делать ну я с тобой согласна у меня вариант знаешь какой если я планирую пойти в хэбэшных носках я могу еще и с утра намазать а так да я тоже делаю это на ночь ну я вот кстати по себе могу сказать я дома иногда ленюсь да мазать но вот я когда прихожу на работу я -то одеваю цепочные носки под кроксы я наношу крем под рукой вот и целый день потом работаю комфортно ну это вот вариант для мастеров да которые прибежали и сами говорят ой да мы не мажем нам вообще некогда там на работу пришли пришли на работу мы мазали да 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 так и есть вот так что на самом деле они начинают клиенты спрашивать сколько раз в день мазать 3-5 понимаете хотя бы один я совершенно точно знаю что если вы хотя бы один раз в день хоть утром хоть вечером будете мазать и результат точно будет так ну что мне кажется мы с тобой прям очень замечательно раскрыли эту тему да и рассказали причины рассказали как часто нужно посещать рассказали чем мазать я параллельно в принципе отслеживала девчонки если есть вопросы задавайте пока мария еще на связи мне кажется мы прям как это маш ты пела пела и все тебя слушали даже писать ничего не хотели вот вопрос один а диабетикам тоже повязку надо одевать делать окклюзионную повязку надо конечно диабетикам в первую очередь надо вот смотрите поясню немножко вот эта пленка гидрофин которую я использую для повязок у нее какая особенность она не пускает воду под повязку да снаружи как бы вовнутрь но при этом она имеет такую мембранную структуру она не дает задерживаться воде под повязкой то есть она туда не впускает а оттуда выпускает под повязкой это вот фотовые железы никуда не деваются да они продолжают функционировать но при этом из-за строения самой этой пленки парникового вот этого эффекта не создается то есть это не просто как будто человек носок на ногу этот пакет на ногу одел и ходит в этом пакете это пленка которая не дает парникового эффекта под ней не мокнет не тиснет да там благо не скапливается здесь исключительно ну то есть под ней получается только крем этот задерживается да наш рунда на пальзама трещин а вода вся испаряется то есть это как защита от вторичной инфекции это как средство задержать действующее вещество да бальзам внутри трещины конечно и диабетиком в том числе так ну не вижу я больше маши вопросов единственные закрыла микрофон наш а что значит пленка есть рядышком под рукой смотрите красота вот выглядит это пленка возьми открытую сейчас и возьмем открытую в педикюрном кабинете и я покажу вам как она работает вот пока я похвастаюсь новый продукт у нас еще не пришел богатая витрина капсулы закончились все ждем посылка едет из казани дочка поснимай мне пожалуйста сейчас девочки ой закрыли микрофон маш наверное со связью может быть в этом кабинете что-то не это зависаешь слышно но очень изображение очень тормозит слышно но тормозит из образования и и и и и и и а и начался поленка все давай Маша прозрачная, очень хорошо клеится и очень длительно под ней держится наш бальзам от трещин. То есть получается такая окклюзия, закупорка. Все, показали. Ну все, вот говорят тебе спасибо большое. Спасибо, Маша, очень такой насыщенный эфир, очень много информации ты сказала. Я думаю, что многие для себя какие-то нюансы подчеркнули новую информацию и восприняли ее. Большое-большое спасибо, я очень рада была тебя видеть. Спасибо большое, что пригласила, Нин. Всем пока. Эфир я сохраню и тех девочек, кто не смог присутствовать, обязательно его пересмотрят. Если будут вопросы, тут уже мы сообразим, что показали, пленку гидрофильную показали, Марусь. Маш, покажи на руке, у тебя еще на руке, или ты уже сказала. Нет, нет, вот она, видно вам ее, да? Да. Видите, вот она так, такими брызгинками. Ну все, девочки, прощаемся. Давайте, я сохраняю эфир. Всем пока-пока, спасибо. Все, спасибо, Маша, пока-пока. Так. Пока-пока. Спасибо. Так.